Всем привет, ребята! Меня зовут Андрей и произошел полный пиздец, по-другому это никак не могу назвать. Загрузил я сегодня вам новое видео. Эхэхэй, новый влог, так было классно, по просмотрам он хорошо набрал. Я уже сижу думаю, все так хорошо, я сплю или не сплю, но нет! На этот видеоролик поставили 18+, и ютуб мне дал 48 часов, чтобы я его удалил, потому что в нем, якобы, были такие нарушения, что нельзя вообще никому смотреть. Ютуб посчитал это сильно опасным, сильно прекрасным. Многие школьники снимают, как они обрыганы в туалете, там бьются, дерутся, куча мата, куча всякой дряни с них выливается, и это ютуб пропускает. Но стоило мне всего лишь отснять какое-то видео, вообще никакой опасности оно не представляло. Превьюшка там, где я целую Сашу. Итак, я естественно знаю, что меня многие не успели посмотреть, поэтому я перезалью это видео. Те, кто смотрели, не бомбите, пожалуйста, что происходило, как происходило, потому что, ну это полный капец. Я в этой жизни никогда некоторых вещей не понимал и не буду понимать, что с ними происходит. Поэтому те, кто не успел посмотреть, приятного просмотра. А те, кто посмотрели, посмотрите еще раз, потому что влог действительно интересен. Сегодня я проснулся и ни хрена не улыбнулся. Ну дай все, прощай. Кто больше хочет, пацаны или девчонки? Здравствуйте, спасибо вообще, можно сфотографировать. Раз, смотри. Хей народ, и да, перед тем, как вы посмотрите дальше мое мега крутое видео, я бы хотел вам посоветовать, а точнее порекомендовать подписаться на мой инстаграм. Вот он так вот выглядит. Если что, будет ссылка в описании моего видеоролика. В моем инстаграме вы увидите все, что происходит вне зоны ютуба. Много сториз, много действительно крутых и живых видео. Думаю, вам будет прикольно и мне будет прикольно. Поэтому ссылка в описании. Жду вас у себя, будет мега круто. Итак, всем привет, ребят. Меня зовут Андрей. Я хочу вас попросить, чтобы вы перед началом данного видеоролика обязательно поставили ему большущий-пребольшущий палец вверх. Если это видео наберет по-прежнему 15 тысяч лайков, то я снимаю вам новое видео прямо назад. Поэтому с вас лайк, с нас контент. И да, в первый час я лайкаю абсолютно все комментарии, поэтому пишите любой свой комментарий, и Александр прочтет и учтет. Всем привет. Сегодня я проснулся и ни хрена не улыбнулся. Сегодня мы должны были поехать кататься на сноуборде. Позвал Милку, и он говорит, чувак, сегодня фан-встреча. У мега крутого видеоблогера, нужно на нее прийти, нужно посмотреть. Я ему говорю, а зачем нужно приходить? А он мне такой говорит, но мы же видеоблогеры. На чужую фан-встречу придем, и с нами там все пофоткаются. Да, у нас недостаток внимания, поэтому мы ходим на чужие фан-встречи, лишь бы, чтобы нас там узнали и с нами тоже пофоткались. Да, да, да. А еще мы ходим в шопы, увидеть количество и всраться. Я люблю всраться, по приколу. Что ты хочешь сказать по этому поводу? Я в шоке. Ребят, понимаете, тут куча народа, и половина этого народа подбегает сейчас к ним фоткаться. Ни все пройдено. Мы нафоткались. Янго поздает на 20 минут, и за эти 20 минут примерно с ним нафоткалась полтинник человекского. Да, я эгоист, я знаю, но так хорошо потянуешь. Что это вот такое? Назад, назад! Это моя первая фан-фанферка. Просто крикнем, дядя Мося. Спасибо большое, можно что-то красиво. Да, смотри, это была секретная операция. Да, спасибо большое. Тоньки, за что-то. Все, не падай больше. На то, что сейчас зима, выпал снег, очень холодно, очень тускло. Мы нашли с Костяном первую попавшуюся кафешечку. Знаете, вот мне не хватает флета, мне не хватает движа, мне не хватает молодости, можно так сказать. Потому что молодость все прощает, но ни хрена не обещают пацаны. Поэтому думайте наперед, что с вами будет, и как вы хотите прожить свою жизнь. Я уже выбрал свой путь. И не важно, что у меня скоро отчисляется универа, потому что я так и не пришел на сессию. И пока не знает мой военкомат, что я отчисляю, значит, есть еще у меня немножко времени, пока меня не подали в розыск. Мне кажется, здесь как-то тускло. Сейчас я нахожусь в каком-то, как я и говорил, первом попавшемся кафе. Но буквально через одну секунду мы с вами перенесемся и окажемся... Ведь у нас все прощает, все прощает, всех прощает, ничего не обещает мудрость. Все прощает, всех прощает, всем прощает. Небо поможет нам, небо поможет искать, небо поможет нам. Здравствуйте, девушка. Хотите вас, пожалуйста, пригласить на танец, потанцевать, а потом вы, как последнюю шкуру. Только после того, как я вы... буду вас. Натусовался, наразвлекался, натанцевался. Знаете, у меня такое какое-то самочувствие. К всему вина это вот это вот... Сука. Какого хрена вообще зима происходит? Я такой, что вечно молодой, вечно лето, вечно тусовки. Я хочу сказать, это первый раз, когда я с клуба возвращаюсь с вот таким вот настроением. Бывает иногда в жизни такие огорчения, что хочу лето. Я думаю, у тебя тоже не по кайфу тут сидеть. Он даже отвернулся от меня, не хочет со мной разговаривать. Эх ты, когда было лето, то он сразу со мной после клубов разговаривал, а тут потерял братанчика. Итак, мы тут немножечко устроили в квартире полный погром. Короче говоря, я решил с Сашей поиграть в игру. Игра называется... Чебеток. Что в этой игре нужно делать? Мы берем наш чебеток. Вот что мы делаем зимой, когда гулять вообще не вариант, когда на улице минус. Пока мы играли в эту игру чебеток, мы немножко сделали мусора. И я вспомнил одну такую очень классную историю и хотел спросить вопрос именно у вас. От этого вопроса зависит все человечество. Школьницы, вопрос именно к вам. Недавно, проходя со своим знакомым мимо Гулливера, мы, кстати, посетили клуб, было мега-мега круто. Где-то было уже на часах около 4-5 часов утра. Мы встречаем девочку, которая просто в хламину. Набуханная, как последняя скотина, подбегает к нам и спрашивает у нас, есть ли у вас сигарета, мальчики? Но не таким голосом, а Вот так вот начало делать. Я понимаю, что когда девочка подбегает к тебе за сигаретой и делает вот так, то это означает, что она на что-то намекает. Но на что намекает? Я пока еще не знал. Мы сказали, нет у нас сигарет. И то есть завязали с ней диалог. И в итоге, эта девочка просто подходит к моему знакомому и говорит, мальчик, а можно я тебя таркну? Я такой стою... А потом я вспомнил, то, что Костя-то 22 годика, а мне-то 17. И я вот у девочки мимолетно спрашиваю, девочка, а сколько тебе лет? А она такая, 15. Я такой, ну нихуя себе. В общем, к чему я клоню? К тому, что мы потом эту шкуру, естественно, послали куда подальше, потому что девочка не должна раздвигать ноги перед первым же встречей. Я бы понимаю, если бы мы ее знали хотя бы там неделю, две недели, ну хотя бы один день. Ладно, хотя бы полчаса, но не 20 секунд, чтобы проситься, чтобы ее кто-то поимел. Просто сейчас идет такой спор, точнее демагогия, между тем, кто больше хочет... Пацаны или девочки? Поэтому специальное задание для вас. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто больше хочет по вашему мнению. Пацаны пишут свою точку зрения, девочки пишут свою точку зрения. И мне будет интересно посчитать, чтобы таких вот неприятных бонусов больше не встречать. Ну и перед началом тем, как вы напишите, я спрошу у главного эксперта. Кстати, я с прошлого пранка таки не переименовал. Привет, Александр. Как главного эксперт, конечно, неприемливого критика. Как охеренного пацана, у меня к тебе такой вопрос, от которого зависит все человечество. Вы готовы к этому, Александр? Да, давай. Итак, Александр, кто больше хочет... Пацаны или девчонки? Девушки. Девушки, это твое мнение. А почему девушки? Ну, как правило, они же соблазняют в основном. Твое мнение школьницы заманивают, правильно, Александр? Да. Все, Александр, спасибо за вашу критику. Это очень было важно. Человечество спасено. Спокойной ночи. Отлично. Итак, теперь мнение у менее важного критика, но все равно важного. На твое мнение кто больше хочет? По моему мнению, вы хотите больше, чем девочки. Пацаны больше хотят, чем девочки? Да. А почему? Ну, потому что вы любите все, что движется. Ну, то есть, по твоему мнению, больше хотят парни, чем девушки, да? А свое мнение я оставлю пока что при себе. А что здесь такое происходит? У нас здесь брачный месячный вариант. Девушки, моя... Анти-хайп, это ламп. Анти-хайп. Только качественный контент. Ты так с Марьяной тоже делал? Ай, это ты... Ой, Саша, ловлю. И что ты хочешь сказать по этому поводу? Не топово, а очень неудобно. Я все-таки сегодня экзамен сдал, можно было и с комфортом. Ой, поворотник. Плитка шоколада, зажигалка, улыбка. Джага-джага, пиноколада. Какая бутылка, я тебе дам. Подпишись на мой инстаграм. Я объездил много стран, люблю сумасшедших дам. Я объездил много стран. Я объездил много стран.